Всем привет! С вами снова я, Саня Саль, в своей Саль-студио. Война в Украине и движуха вокруг неё. День Победы, Парад Победы, Бессмертный полк. Это два моих дедушки, дед Мося, дед Петя. Настоящие воины-освободители, настоящие солдаты, защитники Отечества. Они верили. Они мечтали о том, что их внучка будет на звездолётах летать меж звёзд. Они думали, что их правнуки будут ступать по Марсу. Но они никак не могли предположить, что их внучка будет вести вот такие блоги о таком позорище. И если вы меня видите, дедушки, простите меня. Я прошу прощения у вас. Но в этом году, 9 мая, в День Победы, я, конечно, возьму щиток с вашими фотографиями, вот этот транспарантик. Но, извините, дедушки, держать я его буду вот так. Вот он, настоящий бессмертный полк. Эти маленькие ангелы, которые отдали свои жизни непонятно за что. Как это могло произойти? Как? У нас сейчас в Израиле последний день Пасхи. Нашей еврейской Пасхи. Что называется Песах. Песах – это выход на свободу из египетского рабства. Очень символичненько. В воскресенье начинается, то есть послезавтра, Пасха христианская. У меня есть, конечно, вопрос. Вот пойдут ли в церковь на крестный ход вот те самые, которые вот этих детей убили. И самый главный – антихрист, который раскрашен разными непонятно какими цветами. И как он двадцать с чем-то лет у власти красивенько крестился на все православные праздники. Бабульки всплескивали ручонками. Выбирали и выбирали и выбирали его раз за разом. А он – вот, вот это, вот. Ребята, я точно знаю, скоро победа. Правда, правда. Я в своем ролике недельки три назад давала на это все дело две недели. Я не то чтобы ошиблась. Сейчас идет техническое разгребание мусора. Я пытаюсь ничего не смотреть, но иногда так проскакивает у меня перед глазами разные каналы. И товарищи-пропагандоны, как их называет мой любимый Невзоров, да, они уже между собой срутся. Они уже не знают, куда податься. Они строят из себя миролюбивых, честных. Они сменили тон. Они заботятся об украинском народе в первую очередь. О своем, о русском не забывают. Ну, прям святые люди, святые. Слушайте. Они уже чувствуют, что идут вместе с русским кораблем и куда его послали в первый день войны. И второй русский корабль, который, так сказать, Я не поэт, но я скажу стихами. Пут-капут, близка победа, вот и рашка с голым зедом. Ну, все это хорошо, но цена, люди, цена. Ну, вы знаете, что я вам скажу? Парад победы будет. Он будет. Более того, он будет в Киеве. Все, как все хотели. Но только в качестве победителей пройдут украинские доблестные войны. Кинут рашистские знамена куда-нибудь в огонь. Прогонят колонну военнопленных. Ну, режиссер я тот еще, да, такой великий сильно. И я так фантазирую. Ребята, украинский народ, он креативный. Он классный. Они придумают, как поставить этот парад победы. Уже немного, немного времени осталось. И, вы знаете, эта война показала, показала нам, кто есть худ. Ребята, я вас прошу. Возьмите вот такую картоночку. Уместите сюда, сколько можете, фотографий этих ангелов, которые отдали свои коротенькие, маленькие жизни, непонятно за что. За вот этот, за эту ненормальную идею, сумасшедшую идею одного всего лишь психопата. Ребята, наклейте на вот такую картоночку фотографий детей-то на самом деле погибших больше двухсот. Просто не поместилось у меня сюда. Сколько можете, приклейте, выходите вот с таким бессмертным полком. Идея-то хорошая. Идея-то хорошая. Дедушки мои меня простят. И ваши, я думаю, тоже. Единственное, что нельзя забывать. Ни этих, ни этих. Я вас люблю. Подписывайтесь на мой канал.